Приветствую вас! Во-первых, я уже видел ваш вопрос, по крайней мере, что-то знакомое было, вот, ну, в вашем тексте, вот это вот, слова про то, что плачу на плече, у него 30 минут, все эти 30 минут, что он приезжает, это я уже не слышал, где-то это я уже читал, соответственно, скорее всего, вопрос вы уже задавали. Если вы этот вопрос задавали, а вы его точно совершенно задавали, то вы, наверное, уже где-то в глубине души понимаете, что, как бы, публикация их вопросов не решит вашу проблему, потому что ваша проблема действительно в голове, вот, и ее нужно решать через психотерапию, вот. Другой вопрос, что, как бы, нет никаких фактов у вас, от вас точнее, о том, что вы психотерапию проходили, вот. То есть вы ездили к терапевту, к гипнологу, вот, который почему-то прописал нам препараты, но не, как бы, не занимался вашим психологическим состоянием, вот, который вас даже не загипнотизировал, что немного странно, мне кажется. Так что здесь, на самом деле, ситуация не очень ясна, как не очень ясна и то, что вы начали принимать препараты какие-то, вот, у вас, ну, понятно, у вас пошла сильная психосоматика, вот, как реакция на то, что произошло. Это ясно. Вот. Но, опять же, немного странно, что вы обратились именно к медицинской стороне вопроса, и что, ну, как-то больше вы ориентируетесь именно на медицинскую, как мне видится, сторону вопроса, нежели чем на психотерапевтическую. Нам достаточно прелюдий, и перейдем непосредственно к проблеме. Да, у вас любовная зависимость, но здесь нужно понимать следующее, что та проблема, которую скрыла эта история с мужчиной, была раньше. И мужчина просто стал катализатором этой проблемы, и тот ваш внутренний конфликт, который имеет место быть у вас, он ранее вами не осознавался, ранее он был достаточно глубоко. А теперь вы о нем знаете, и не знаете, что с ним делать. На что бы я хотел обратить ваше внимание? Ну, во-первых, на то, что вам нужно выяснить мотивы человека. Почему он так поступил? Своим собственным решениям вы не доверяете. Своим собственным ощущениям, своим собственным ценностям вы не доверяете. То есть, отсутствует такая цепочка. У него есть семья, он меня обманул. Значит, он меня не любит. Я иду дальше. Хоть мне и грустно и так далее. Отсутствует такая цепочка, что для меня неприемлемо такое отношение к себе. В принципе, я готов вам простить его. Вот. То есть, то есть, нет. Доверяю в себя. Что есть? Ну, есть попытка понять мотивы поведения. Что, на мой взгляд, в некоторой степени связано с допущением того факта, что если от меня ушли. От меня ушли. Меня обманули. Значит, я... Плохая. Значит, со мной что-то не так. Если от меня ушли. Ну, подобный опыт у вас совершенно очевидно из прошлого опыта. То есть, из прошлых каких-то эпизодов жизненных. Вот. С мужчиной ситуация лишь только повторилась. Ну, грубо говоря. Вот. И, вероятно, кто-то вас бросал и кто-то вас, кто-то вас, соответственно, в этом обвинял. То есть, мужчина, по сути, повторяет, ну, ту, скажем так, форму отношения к себе, которая есть у вас. Которую вы, в свою очередь, приняли уговоры из прошлого опыта. И, спайте, ну, обратно говоря, спайте теперь пока сам. То есть, вы сами считаете, что вот, ну, что проблема в этом. Вы сами считаете, что вот, ну, с вами, с вами, там, например, грубо говоря, что-то не то. Вот, что, если вас бросит, то, если вас бросит и забросили, то вы лоха, например. Вот. Хотя, это, никак не коррелирует от слова совсем. Там, значит, ну, как бы, действия человека, да, и ваше восприятие себя, да, никак не коррелирует между собой. Ну, вот, видимо, для нас, видимо, какая-то корреляция все специфика, да, ваше восприятие. А вот, ну, судя по тому, что вы, ну, судя по тому, что вы описываете. Судя по тому, как вы описываете. А вот, к сожалению. Следующая, большая деталь, на которую я бы хотел обратить ваше внимание. Это деталь, посвященная, ну, я бы сказал так, отсутствует смысл жизни. То есть, у вас, вот, отсутствует, как бы это сказать, смысл жизни, как будто. То есть, вы можете жить только ради, ну, ради мужчины сейчас, ради человека сначала. Вот, нет такого, нет такого, что вы, например, живете для себя. Нет такого, что вам, ну, было бы интересно жить для себя. Нет такого, что у вас есть что-то, что интересно вам. Вот, такого, очевидно, нет. Собственно, ну, в какой-то степени, отчасти, по этой причине, вы сейчас не знаете, как жить дальше. А мне, лично, лично, лично меня, больше интересует то, как вы пришли к тому, что вам сначала не рада чего жить. Как вы пришли к этому, как вы пришли к тому, что нет ничего, что интересовало бы вас, сын. Нет ничего, что, ну, сравнилось, сравнилось бы с, ну, интересом, например, к мужчине, допустим. Вот как-то у вас таким образом получается. И здесь, конечно, и потребность защищенности, и какая-то, может быть, проблема личной границы при взаимодействии с... Ну, при взаимодействии с другими людьми и так далее. То есть, вот вариантов, вариантов, в принципе, достаточно много. Ну, другой вопрос, конечно, каким образом и за счет чего вы так стали себя чувствовать. То есть, как это все стало, ну, возможным для вас. Это вот, мне кажется, момент очень важный. И от того, насколько вы захотите во всем этом разбираться, да, от того, насколько вы, ну, вот захотите во всем этом разбираться, зависит, собственно, то, сможете вы с этим справиться или нет. Можете любить жить дальше или нет. Поэтому, может быть, и хорошо, что вы сейчас принимаете какие-то препараты, но вам необходима психотерапия. Вот, а удивительное дело, что, что вы, ну, занимаетесь, вот, ну, такое впечатление, да, что вы занимаетесь как будто бы только, как будто бы, только медикаментозной такой историей, вот, и, ну, практически не, значит, практически не используете психотерапию и не изучаете психотерапию. Свои, значит, ну, свои, ну, скажем так, особенности какие-то, да, вот, психологические и как вы вообще к этому пришли, ну, вот, к тому, что сейчас переживаете, например. Вот, и вот и, вот а вот Ну достаточно важный момент, мне кажется это достаточно значимый момент, вот и соответственно нужно на этот момент обратить внимание, да, вот, ну то есть меня так это видят, по крайней мере. Дальше, значит, вот в убийстве жить не хочется и хочется наказать его, то есть вот у вас здесь есть элемент наказания, то есть я, пытаюсь, я хотел бы, я хотел бы наказать его, значит, чтобы он жалел, жалел о том, что не ценил меня. Вот это тоже довольно интересная история, потому что любовь для вас это манипуляция. И вам сейчас видится так, что человек манипулировал вами, и это может быть правда, не говорю, что это неправда, но вы тоже хотите доказать, что значит по какой-то степени, да, вы хотите доказать, что важны, что ценны, вот. А так получается, что вас как будто бы заставляют в этом сомневаться. То есть вот, как будто бы вы сомневались в том, что вы ценны. Я, конечно, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но думается мне, что вряд ли данную историю, вряд ли данные, данные моменты вы взяли, ну, только из этой ситуации. Так что здесь, ну, вот такая история. Эм, так, значит, я буду про препараты говорить, значит, не понимаю, почему он так не поступил. Ну, вот ведь, вам кажется, что человек вас наказывает за что-то. Хотя, на мой взгляд, ну, как бы, ничто не указывает на то, что человек вас за что-то наказывает. Ну, вот, ну, вот, вам это увидится так. И это как бы подтверждает то, что вы плохая. Раз вы плохая, значит, жить, жить вам, вообще говоря, не для чего. Так, в таком случае. Вот, ну, раз вы плоха. Ну, соответственно, на это, мне кажется, и нужно обратить ваше внимание на то, что вы по факту себя обесцениваете. Вот. И, соответственно, это обесценивание, оно, ну, достаточно следовательно дает, особенно над. Вот, к сожалению. Дальше. Эээ, значит, эээ, так, не понимаю, почему он поступил, или эхо исчез, и я не пошлёт. Ну, вы не можете сами принять решение. Так. Хочу, чтобы стал ко мне равнодушен, чтобы вы потеряли надежду. Помогите, пожалуйста, что делать? Что делать, чтобы что? Я думаю, что не всё так просто. Я думаю, что если у вас может быть и в определённой степени выгода, какая-то от этой ситуации. Вот. То есть я не думаю, знаете, что вы вот, эээ, ну, просто вот взяли, и как-то случайно в этой ситуации оказались. То есть я думаю, что есть, эээ, определённые выгоды. Вот. Я думаю, что вы в этой ситуации не случайны. Я думаю, что были определённые предпосылки к тому, чтобы, эээ, ну, к тому, чтобы, эээ, ну, к тому, чтобы вы в этой ситуации оказались. Соответственно, эээ, ну, на мой взгляд, соответственно, эээ, ну, нужно, ну, не разбираться, эээ, в первую очередь с этими предпосылками уже, эээ, ну, уже после будет очевидно, ну, будет более понятно, эээ, что вам делать. Вот. Вот. Сейчас это, не обижайтесь, пожалуйста, но, эээ, сейчас это выглядит, эээ, так и так же, как будто вы, ээээ, просто пытаетесь, эээ, привлечь к себе, ээээ, внимание. Таким образом. И всё. То есть вы, ээээ, сейчас, эээ, привлечите к себе внимание, вы сейчас, эээ, может быть, ну, получите какую-то, вот, эээ, ну, какую-то долю обратной, обратной связи, вот, можно сказать. Вот. А, и, 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 и вам этого, в принципе, будет, эээ, достаточно, вот. А, проблемы решать, эээ, ну, проблемы решать, в общем, в общем, не обязательно. В общем, ээээ, поймите правильно, я вас не обвиняю, я, ну, ну, не хочу, чтобы вы думаете, я вас обвиняю, там, в чём-то. Ну, вот, нет, не нужно, не нужно. Но, как бы, эээ, ситуация, вот, она такая, так не выглядит, потому что, эээ, если, эээ, если у вас, эээ, наличествует выгода, какая-то выгода, от этого, вот, вашего, ну, текущего, текущего, текущего состояния, да, если есть какая-то выгода, то вы от неё так просто не откажетесь от этой выгоды. Вы будете стараться, эээ, ну, как бы, эээ, вы будете стараться эту выгоду сохранить, вот, и, в принципе, это нормально, что, ну, это нормально, если вы хотите выгоду сохранить. Другой вопрос, эээ, что этим вы вредите себе, и другой вопрос, эээ, ну, осознаете ли вы, что, вот, эээ, в том числе и, и за наличие, вот, и выгоды вы оказались в этой, в этой ситуации. Вот, а модель, как модель защиты выглядит, эээ, вашим обвинением, эээ, человеку, вот, ну, в том плане, что он издевается надо мной и так далее, то есть это больше выглядит как, как, знаете, такое, такое вот обвинение, вот, обвинение и, эээ, ну, может быть, некая такая, опять же, привычная модель поведения для вас. Ну, насколько это, эээ, ну, насколько эта модель поведения. Так, хорошая. Мне кажется, что совсем нет. Да, мне кажется, что совсем вам это не на пользу. Вот. А, ну, в целом, наверное, все, что, эээ, хотел сказать, я, наверное, уже сказал, да, то есть тут добавлять, наверное, уже особо нечего. Вот, я могу, эээ, возможно, только, эээ, почитать начало вашего вопроса, где вы описываете несколько психологических моментов. Эээ, вот вы пишите, эээ, почти два года встречался с мужчиной, влюбилась в него, что, на самом деле, вообще не было идеально, то есть мы его идеализировали. Что такое идеализация? Да, идеализация, это приписывание каких-то качеств позитивных, которые мы хотели бы увидеть в себе с другим людям. Соответственно, это, эээ, ну, результат, эээ, вашей определенной работы, эээ, психической работы. Вот, соответственно, нужно за, за этой психической работой проследить, чтобы, эээ, были, больше ясны, более ясны ее мотивы. Эээ, дальше, у нас же пять месяцев, сонат, узнал, что у него семья с детьми, не могу жить и не хочу. Ну, вот понимаете, да, вы говорите, я не хочу жить. А что вы хотите? Тогда. И что такое жить? Поздравляю, что ваша жизнь была, ну, если достаточно наполнена, то явно не тем, что вас зажигало. После этого он стал охладить и винить меня во многих проблемах, но вообще так поступают, так поступают, ну, нарциссы в некоторых случаях. Ага, значит, эээ. Так, тут вы пишите по температуру, значит, так, лезьте в 8 я не хочу. Просто хочется с ним поговорить, чтобы он почему-то человеческий объяснил, зачем все это. А так важная причина? А что если причины никакой нет? Что вы будете делать, если будете знать причину? Не знаю, как жить дальше, жить совсем не хочется. Вот это означает, что жить вам, собственно говоря, и не ради чего особо. Вот, наверное, об этом и нужно поговорить. Тут еще есть навязчивые мысли, вот, да, навязчивыми мыслями, а нужно тоже проследить, вот. Так что, такая вот обратная связь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Альтератин, я蹴.